Одного триумфа Эрдогану мало. Политика. Военное обозрение 20 мая 7.19. Одного триумфа Эрдогану мало. Турция собирается участвовать в производстве ЗРСС-500 Прометий совместно с Россией. Светлана Гамзикова. Комментарии в просмотров 2904. На фото. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Фото. AP slash TAS. Материал комментируют. Константин Севков. Станислав Тарасов. Москва и Анкара могут начать совместное производство зенитных ракетных комплексов С-500 Прометий, которые даже еще не начали поступать в российские вооруженные силы. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. На встрече с молодежью в Стамбуле, как сообщают турецкие СМИ, глава турецкого государства еще раз подтвердил, что закупка у РФ в системе С-400 является свершившимся фактом, и поставки по договору должны начаться в июле. Более того, по его словам, после С-400 речь пойдет и о С-500, в том числе, их совместном производстве. На первый взгляд, ничего сенсационного в этой новости нет. Собственно, еще в марте Эрдоган объявил тему с С-400 закрытой. В том смысле, что Турция, как он тогда выразился, ни в коем случае не откажется от приобретения российских триумфов. Невзирая на серьезные разногласия с США по этому вопросу. И тогда же он не исключил, что в будущем может рассмотреть и варианты покупки следующего поколения зенитных ракетных системы С-500. Якобы ранее у него даже был разговор об этом с российским президентом Владимиром Путиным. Однако сейчас Эрдоган заявляет не просто о желании приобрести более совершенные зенитно-ракетные комплексы, а о готовности своей страны к совместному производству параметеев. Это принципиально меняет дело. И по-настоящему озадачивает. Читайте также. Лесные дьяволы атамана Зеленского Украина укрепляют границу с Белоруссией срочно формируемой бригадой егерей. Ведь даже в случае с триумфами речь по условиям контракта не идет о подобной кооперации. Только о поставке турецкой стороне четырех дивизионов С-400 за 2,5 миллиарда долларов. За счет, к слову, российского кредита. К тому же существенная деталь. Турция хоть и является сейчас нашим партнером в Сирии, она еще и страна НАТО. И уже поэтому странно допускать ее к самым передовым нашим военным технологиям, которые мы еще только начали реализовать для себя. Не будет ли такая интеграция большой стратегической ошибкой с нашей стороны? Когда Эрдоган еще только начинал разговор о возможности закупок у нас в системе С-400, он тоже предлагал производить их совместно на своей территории, комментирует ситуацию член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Севков. Такое условие выдвигалось. Тем не менее, обошлись без этого. Думаю, сейчас произойдет то же самое. С-500 новейший зенитно-ракетный комплекс пятого поколения, обладающий уникальными характеристиками. Допускать Турцию к производству даже экспортной версии этого комплекса, даже какой-то составной его части, недопустимо. Эта страна, входящая в НАТО. К тому же, сегодня Турция с нами, завтра не с нами. У нее нет четко выраженной линии на союз с Россией. Она ситуативно поддерживает с нами отношения, но в любой момент может переориентироваться. Примером тому является тот факт, что Анкара до сих пор не признала Крым российской территорией. Плюс, напомню, как недавно, во время очередного витка напряженности из-за украинской провокации в Керченском проливе Турецкий фрегат находился в составе постоянной военно-морской группы НАТО в Черном море. Так что, я не думаю, что Анкаре будет предоставлена возможность в ближайшее время купить у нас С-500. С-500, что значит, в ближайшее время. Прежде всего, эти системы нужно будет довести до ума и начать поставки в наши вооруженные силы. Нужно обязательно создать морскую версию С-500. Поскольку такой комплекс в составе корабельного соединения способен радикально измениться отношения сил на море в нашу пользу. И потом только разработать экспортную версию, и лишь эту упрощенную версию уже поставлять. Естественно, она будет с ухудшенными причем существенно тактико-техническими характеристиками. А то, что турецкий лидер сделал такое заявление, вполне объяснимо. Надо же Эрдогану поддерживать свой авторитет. С-500, тогда как понимать недавнее заявление главы компании Ростех Сергея Чемейзова, что Россия будет приветствовать желание Турции присоединиться к проекту по разработке российской зенитно-ракетной системы С-500. Как то, что уровень партнерства может быть различным. Турецкой стороне, к примеру, может быть предоставлена возможность производить автомобильные покрышки для пусковой установки С-500. Или другие некритические элементы. Но, разумеется, электронику, ракеты, системы наведения и управления огнем им никто не передаст. Генералы в СУ готовят Майдан Зеленскому еще не заполучив власть. Новый президент Украины нажилу ему врагов военной верхушки Киева. СП. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин недавно признал, что в Роскосмосе миллиарды воруют. Хотелось бы спросить, а кто позволяет? Мне тоже хотелось бы на это получить ответ. И на то, как так получилось, что трое высокопоставленных офицеров ФСБ переплюнули даже скандально известного полковника МВД Захарченко. У того 9 миллиардов. Рубли изъяли, у этих 12 миллиардов. Понимаете, вот эти люди должны охранять наши секреты, нашу национальную безопасность. Как они это делают мы видим. Директор исследовательского центра Ближний Восток Кавказ, тюрколог Станислав Тарайсов, в свою очередь, не исключает, что заявление Эрдогана, это, скорее, месседж определенного рода в сторону Вашингтона. Дело в том, что турки все время находились в тисках условий, которые выставляли им американцы, да и другие страны НАТО по поставкам вооружений. Многие виды вооружений Турция фактически не контролировала, но они присутствовали на ее территории. Это касается, например, американских противоракетных комплексов. Патриот. Ведь Вашингтон отказался продать Турции эти комплексы. Турция чувствовала свою уязвимость, зависимость от этих позиций. До определенного времени терпела, пока не осознала, что играет особую роль в регионе Ближнего Востока. Второй момент. Турки, естественно, стали оказывать давление на Соединенные Штаты. Тем более, что Россия предложила выгодный контракт по С-400. Действительно, в контракте по продаже этой ЗРС нет пункта, оговаривающего совместное производство комплексов в будущем. Однако на уровне устных переговоров, которые ведутся между военными ведомствами и военно-промышленными комплексами двух стран, тем амуссируется. И, собственно говоря, не встречает отторжения со стороны России. Таким образом, Турция, с одной стороны, используя эту риторику, давит на США, требуя, чтобы в Вашингтоне ей дали хотя бы технологии по Patriot. С другой стороны, конечно, идет определенный торг. Американцы по всем признакам эту партию проигрывают.